Всем привет! И снова Дротити! Я сегодня хочу вам показать, что я заказала на Валдбересе. Вот, вот стоит. Вот она стоит. Слушайте, я вообще просто, мне так понравилась она. Так, значит, но сначала я заказала несколько позиций, я покажу вам две. Две из трех. Две из трех. Это сумка. Вот она у меня стоит. И еще я заказала удлинитель для гирлянды. У меня на окне вот такая вот гирлянда. Вот такая вот гирлянда потолочная. То есть я ее вот на эти, как их называют, вот эти крючки для занавесок, я ее подвесила и вот она у меня висит. Вот, когда я ее распаковала, я была в шоке, потому что там вот такой вот, видите, вот такой короткий проводочек. И я думаю, ну ёб твою мать, а как? А розетка-то? А розетка-то как бы вот здесь, а проводочек всего лишь вот. И я думаю, ну что же делать? И в общем-то, в общем-то, наверное, года два она у меня работала от удлинителя, от тройника. То есть, представляете, там вот этот вот тройник бандурина такая висела, было очень неудобно, очень некрасиво. Я прятала его за занавеской и думаю, ну блин, ну как так? Ну она же китайская. Думаю, ну мало ли, может у них там специально как-то розетки разработаны под гирлянды, да? Может они где-то под потолком. В общем, мне даже в голову не приходило, что для нее может быть удлинитель. Короче, вот есть такой удлинитель, прямо под эту розетку сюда вставляется. И вот он там 3 метра, 5 метров. Я заказала 5 метров, но он что-то слишком длинный. Ну и в общем-то, вот сюда вот он вставляется. Все прекрасно. И я все это время, мне даже в голову не приходило, что такой удлинитель есть. А тут недавно я смотрела в инстаграме, девушка тоже купила такую гирлянду. И она тоже такая вроде бы, а что, какой маленький проводочек-то? И в общем-то, она показывает, что заказала удлинитель. Гляньте, ёб твою мать, Анюта, где ты раньше была? А у меня реально, у меня не было ни одной мысли. Я вот вставила ее в этот тройник, и она у меня работала. А есть же вот такой вот аккуратненький, незаметненький, прозрачненький. Стоит 3 копейки, 200 рублей, по-моему, на Валберсе я заказала. По-моему, 200 рублей. Да. Короче, я счастлива. Безумно. Так, ну ладно, давайте теперь к сумочке перейдем. Слушайте, такое темное видео. Потому что дома темнота, на улице темнота, дома темнота. Какие-то потемки получаются. Ну ладно. Сумочка. Сумочка. Вот такая вот сумочка. Мне пришла в таком пакетике. Она дешевая. Она дешевая, но... Вот такая вот симпатичная. Смотрите, какая симпатичная. Симпатишь. Единственное, что мне не нравится, это вот этот вот принт, потому что он с претензией на какой-то бренд. То ли Gucci, по-моему, Gucci такой бренд. То ли у Dolce & Gabbana. Ну вот здесь вот JD, как будто Dolce & Gabbana, но, по-моему, Gucci такой принт. Вот это мне не нравится, потому что я не люблю сумки, копеечные сумки с претензией на какой-то бренд. Знаете, там вот иногда едешь в автобусе, там едет девушка с слоевитоном, из дербантина потертым, да. И как бы я вот это не люблю, но мне очень понравилось цветовое решение. То есть там была похожая черная. Ну, такая же модель, но черная. Черная мне как-то скучной показалась. Я думаю, ну ладно, хер с ним. Буду ходить с претензией на бренд. Ну, понятно, что это, как бы, да, знающие люди поймут, что это не он. Но мне очень нравится цветовое решение. Здесь, вот смотрите, такая цепочечка. Сейчас я его распакую. Сейчас распакую. Прямо для зимы, мне кажется, огонь. Да и вообще, наверное. Не только здесь. Класс, да? Подставочки. А угадайте, сколько стоит эта сумочка? Вот просто угадайте. Я не верила, что на Валберсе есть такие цены, если честно. Я не верила, потому что, ну, у нас вот даже на рынке, мне кажется, таких цен нет. Хотя я на рынке не была. Ну, короче, я таких цен давно не видела. Я, правда, не знаю. Я давно уже сумки не покупала. Хотя вот у меня зелененькая. Я ее там тоже что-то за 3 копейка купила. Вот. Ножечки, ножечки. Здесь вот такие вставочки. Золото. Золото не яркое такое, спокойное золото. Так, ручка. Сейчас я тоже все распакую. Шас. Ну, мне прямо очень она понравилась. Я сначала почитала отзывы. Думаю, мне нужна сумка. Зеленая мне сумка, в принципе, нравится. Но она сверху не закрывается. Сверху не закрывается. Там только кнопочка. А мне бы хотелось, чтобы она закрывалась. Чтобы сумка закрывалась. Мух, сейчас, секунду. Так, я вернулась. Подрезала кое-что. Кое-что подрезала. Потому что скотчем было скреплено. Смотрите, прям преображается, да? Убираешь. Это такая хорошая ручечка. Смотрите, какая симпатяшка. Да? Симпатяшка. Прямо. Сделано очень качественно, кстати. Немножечко воняет. Ну, потому что, естественно, она там не кожаная, ничего. Немножечко воняет. Но не критично. Не как-то там прямо умопомрачительно. Смотрите, ну, красота. Так, значит, что у нас здесь есть? Дарим 100 рублей даже. Прикиньте. Можно ставить отзыв, сделать скриншот. И 100 рублей тебе переведут. Либо на карту, либо на телефон. Мелочь, а приятно. Так, есть вот такой ремешок. Да, ёптвою мать. Замотали. Как будто и правда. Брендовая сумка. Как будто и правда брендовая сумка. Замотали. Соседи опять что-то там сверлят. Наверное, никогда не закончится. Можешькин кот. Твою дивизию, а. Как бы сразу. Тык. А вот такой вот ремешочек. Это не все еще. Вот такой ремешочек. Длинный. Ой, слушайте, ну прелесть. Прелесть, ну какая прелесть. Ну по ремешку сразу видно, что как бы сумка дешевая. А вот. Значит такой ремешок. И есть еще вот такой ремешок. Надпись, конечно же, тоже выдает дешевую сумку. Ну короче, есть вот такой вот еще ремешочек. Хочешь так, хочешь сяк. Кстати, так это сделано вообще хорошо на самом деле. Сделано вообще хорошо. Такая прямо качественная. Так. Значит, что у нас внутри? Что у нас внутри? Внутри у нас вот тут кармашек. А нет, это как бы вставка. Вот эта вставка. Ну она как бы держится, да? Но вот это вот основной кармашек на молнии. Основной кармашек на молнии. И вот получается как будто бы как два боковых. Но это просто сама сумка. Вот. А здесь на молнии все чин-чинарем. А вот так вот симпатичненько. Единственное, что не совсем удобно, вот это вот расстояние маленькое. Ну тут вот ручка. Тут ручка. И вот не очень удобно. Но зато если кто-то захочет залезть к вам в сумку, навряд ли у него это получится. Незаметно. Слушайте, ну прикольная, да? Прикольная. Поеду сегодня к Ортодонту с новой сумкой. Мне очень нравится рассветчик такая зимняя, нейтральная. Ко всему подойдет, да? Подойдет ко всему совершенно. Хоть к платьишку, хоть к джинсикам. Класс. Вот. Это вот мой подарочек мне на Новый год. Один из. Один из. Решил себе сурочку купить. Еще у меня будет лафельница. Если я не забуду, конечно. Слушайте, эта цепочка-то отстегивается. А здесь не отстегивается. Ну и пускай мотается. Короче, вот. Прелесть. Мне так нравится. Стоит она. Стоит, я так и не сказала. 2-300. Вообще копейки. Копейки. А по качеству очень хорошая. Очень хорошая, очень стильная такая. Ой. Такая прямо прикольная. Хочешь так, хочешь сяк. Единственное, что вот этот тремешочек, его бы как-то подрезать, что ли. А подрежешь, там будет видно, что он подрезанный. Да? Ну, короче. Короче, я очень довольна. Мне очень нравится. А я ее отстегну. Я в руке, наверное, поношу ее пока. А в руке неудобно, да? А в руке-то много не наносишься. Короче, я еще подумаю. Вот, я еще подумаю. Так что вот такие вот делишки, ребятки, ребятки. Все. Такой маленький обзорчик у меня. Немножечко какой-то у меня такой настроение. Я, кстати, еще заказала на Валдерсе Портновские эти, как их, булавки. И вот здесь, и вот на этой стене я уберу кресло вот сюда. То есть оно у меня сейчас вот так вот кривенько стоит. А я поставлю его к стене. И вот на этой, вот на этой стене я сделаю, планирую сделать елку. Елку. Только мне еще надо купить. Портновские булавки мне придут. Что там доставка такая долгая. То ли седьмого, то ли восьмого. А что долго? Сегодня уже седьмое, да? Или одиннадцатого. Короче, еще не скоро. Наверное, к концу недели. Ну, посмотрим. И мне нужно еще зеленую мишуру. Да, зеленую мишуру надо купить. Я сделаю контур из зеленой мишуры. Если она, конечно, есть зеленая мишура. Красную видел, синюю видел. Зеленую. Но в Ашане я что-то не помню. Хотя, может, я не обращала внимания. Вчера пошла в Ашан, да? Я думала, я зашла туда. Я думала, я глянула, хрен там ночевал. Короче, контур хочу сделать из зеленой мишуры. Как раз этими портновскими булавками закреплю. Потому что на обоях, я думаю, вот портновские, они тоненькие. Они хорошо будут заходить. А внутри сделаю и бусики золотые, и мишурой золотой, и гирлянду, и шариков навешу. Они же пластмассовые, они легкие. Я думаю, будут держаться. Ну, короче, в голове у меня, конечно, все красиво. И будет большая елка. А включишь огонечки. Ой, вечером красотища. Днем, наверное, это будет странненько смотреться. А вот вечером, когда она вся хорит, я думаю, что будет очень эффектно. Ну, по крайней мере, в моей голове это прямо вау. Как будет в реальности, и будут ли эти портновские булавки держать все то, что я запланировала. Вопросик. Вопросик. Ну, посмотрим. Надо пробовать. Надо пробовать. Поэтому все. Сейчас я... Блин, такое темное видео. 12 часов дня. Дома как в жопе. Я не знаю, то ли... Может быть, снег должен выпасть, да? Чтобы как-то светлее было. Снег-то он есть, но его чуть-чуть. Наверное, нужно больше. Больше снега, чтобы как-то светло было. Потому что это невыносимо. Вот. Все. Всем отличного денечка. Поеду сейчас скоро. Картадонту. А потом, может быть, в фикс прайз зайду. Там еще посмотрю. Какие-нибудь штучки-дрючки. Штучки-дрючки. Да. Все. Всех люблю. Целую пух. Пока-пока.